На Белорусский вокзал сегодня прибыл поезд Победы. К этому передвижному музею пристыковали новый интерактивный вагон. Он посвящен самым громким юридическим процессам 20 века. В Нюрнберге, Токио и Хабаровске за преступления против человечества в годы Великой Отечественной войны. Среди обвиняемых верхушка Третьего рейха. Геринг, Гес, Риббентроп. Также в вагоне представлен макет японской военной лаборатории, где испытывали биологическое оружие и ставили жестокие эксперименты над людьми. Скульптуры нацистов выполнены по архивным фотографиям. Они повторяют лица, позы и эмоции реальных исторических личностей. Хронику Нюрнберга, которую использовали создатели выставки, теперь будут показывать студентам. С 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей. И в этот курс обязательно войдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, посвященные Нюрнбергскому, Хабаровскому, Токийскому процессам. В здании вокзала студенты лингвистического университета показали реконструкцию Нюрнбергского процесса. Это воссозданный по документам и записям спектакль о заседании во Дворце правосудия. Он дублировался на русском, немецком, английском и французском языках.